сегодня у нас 24 февраля 2014 года у меня большая прибыль голубка вывела и вот яйца сегодня вывела она вот парочка каких вот посмотрите некоторые даже не видели я специально для них вот она из этого яйца вывалились только-только но несколько часов им как они выглядят какие глаза у них это крылья дальше будут летать лишь какие пущеглазенькие лежат и она на них сидит и не задавит и они останутся целые они у меня на крыше голубят это я специально взял чтобы утром ворковали здесь пара вот этому голубю это он вывелся ты голубенок тоже был вот этот вывелся один месяц одна неделя и вот такой он стал через месяц одну неделю выводится новый выводок вот насколько они плодливые вот я показал теперь положу чтобы со всех сторон увидели некоторая жизнь прожили не видели но где ты их увидишь то это очень породистые голуби турманы да еще с какими-то вихрами вот теперь посмотрим сюда где они вот она это она сидит у нее ничего там нету а он-то куда делся вон он спрятался на крылья сидит на на палате их там залез я его сейчас выгоню так подожди вот смотри как я кладу она не дает ну-ка растопоршилась маленько то отойди ребятишек принес тебе вот они посмотрят куда тебе видно ребятишек пола нигде не видно да видно вот этот вот ему полетает он ну вот он додерется бьет отца и мать за свое место под солнцем ну-ка давай полетишь а то некоторые думают что он летать не умеет ну-ка держи держи вот ему разницы никакой нет сейчас я того а это отец у них тихо 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 ну-ка где ты там ну-ка вот он к нему к отцу это к сыну своему или дочке сейчас сейчас нельзя определить даже вот мне хочется рассказать немного про птиц а вон смотри дятел долбит потихоньку у окна там сало висит он видно нет его долбит это я кормлю птиц то всякие всякие разные птицы вороны но всех прикормил тут привозят откуда-то с базара или мясо-то сосало свиной маленького сюда еще что дальше было видно я сейчас вот это зря не убрал вот это последний подожди-ка сейчас попытаюсь быстренько убрать вот это одно но улетит из-за того что вот здесь я выбрал места из священного писания про птиц птицы это не просто в ветвях сидят поют и издают голос как давид говорит нет это большой для нас пример ну говорят иногда у учителей у нас мало плохие учителя у нас хорошие учителя и там очень много вот он прилетел и теперь он беспокоится залететь ему надо туда помогать ей видите как иногда она вылетает оправиться а он где-то там гуляет и летает здесь по комнате он мгновенно туда падает и скорее закрывает вот так он сейчас будешь как пойдет обратно возьмешь в матфея 6 глава 26 стих иисус христос говорит взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирает жить если и отец ваш небесный питает их ну ну и что что питает мы это и так знаем но вывод такой вы не гораздо ли лучше их то есть она обязательно вас позаботиться мы такие немощи как вот эти маленькие голубятки которых я показывал он посмотрел на раз летел туда или что куда он делся то ну-ка наверху был он уже там слетел караулит и отец любящий отец потом вместе они выхаживают вместе высиживают вместе кормят это очень любящий такой отец вот слово птицы я буду говорить это библия полная 77 книг с неканоническими 157 раз встречается да еще слово птичка птичьи 6 раз но получается 163 и отдельно слово голубь не птица голубь то добавляю еще 87 раз и некоторые люди живут даже в деревне у раз они ворону не могут отличить от ворона это же большая тетушка ворона такая ну как тушурка на ней серенькая она надета а ворона это черный как грач намного больше даже грача не могут от ворона отличить грач перелетная птица ворона миграционные тут не надо даже специально орнитологом быть надо глаза открыть господь говорит взгляните взгляните не просто так я сгорит глаза но не видят есть уши но не слышат это не только что-то именно в природе когда человек живет как слепой ну ладно со зверями труднее заяц запрыгал в кусты его не видать но если здесь же где-то рядом сторока стрекочет ее увидишь большое гнездо едешь на поезде и видишь гнезда гнезда в лесополос но которые рядом полосы идут лесополосы прям гнезд много у нас город город щиток а там бывает до 20 гнезд на одной березе по 5 я и сам мы лазили все это видели с детства то и городской человек видит ворона летает голуби спрашиваю про голубя ничего не знает а у голубя можно многому поучиться вот я несколько мест покажу сейчас смотри третья книга ездра 5 глава 24 стих это ездра говорит ты из всего круга земного избрал себе одну пещеру но не написано какую мы можем думать пещера в которой было или я может быть пещера в которой родился наш господь христос это больше похоже из всех святов во вселенной ты избрал себе одну лилию ни розы не тюльпаны не выведены новые сорта какие-то лилию то есть святок ну я не могу сказать сколько то нам тут луарья не хватит но надо узнать сколько открыть сейчас только откроем мы сейчас в google или в яндекс но одна лилия вот про одну лилию надо звать какая она иногда это лилия там лотос вот взяли буддисты себе там и будда сидит в светке в лотосе ты из всех пучин морских наполнил для себя один источник ну какой тоже не говорится но нет наполнил один источник источник это течет я думаю что это все-таки иордан но где больше какие-то впадины там нигде никакой бермудский треугольник там не поминается а из всех построенных городов осветил для себя один сион то есть красивые городе города дубаи там мехико и в египте хороший хороший каир москва метро славится нет только сион сион это иерусалим почему вот этот лжепатриотизм все давит я даже разговариваю то нет какой веры то хоть патриот православный я говоря христос какой нации как какой русской а богородица кто ну как то русская они ничего не знают евреи они были евреи но как евреи да евреи тут все разорили они царя расстреляли они революции везде во всем мире делают их там просил тот то уничтожать то есть он начинает говорить запредельно далекое от того что нам бог открыл что они отклонились от пути истинного это один вопрос вот за окном сидят воробьи то у них кормушка вот я воробьях тут мы сейчас прочитаем малая птица не называется воробей так и всех смотри 26 стих и всех сотворенных птиц ты наименовал себе одну голубицу чего непонятно если мы стараемся узнать больше про город иерусалим про иордан едут люди туда встречаются купаются ну а здесь птицу избрала одну голубицу но как про нее все не узнать то и не любит нисколько у нас была статья в алтайском крае это краевая алтайская газета и написано у злого человека голуби не водятся крупной статьей наталья сухарева журналистка прекрасная такая она написала как это так они как злые люди они не могут держать голуби они даже у них не водятся но я был в тюрьме и видел там один за голубями ухаживает где-то ну значит это попал во время драки дураломом заломился на самом деле он добрый человек но и так оказалось разговариваем да я попал так во время драки сил это было говорит ну и звезданул и все так ты его знал да нет не знал меня товарищи подсунули ну так вперед его выдвинули то и осудить начали на него все на свалили а если люди которые не любят голубей то есть оказывается есть я узнал у меня родная сестра и она старообрядцев я говорю у вас там голубей кто-то держит голубей нет я говорят и по узнавая на два года узнавала и нигде во всей стране никто голубей не держит нашелся один где-то в красноярске но он недавно перешел от новообрядцев от старообрядцев вот она мать вылетела вот она лишь как ей хорошо он ее заменил на гнезде посмотри на гнезде села нет на них вот все то есть вахта вахтовым методом они и он и они пережевывает не пережевывает а размалывает пищу там на чем-то и это молочко голубиное птичьи молоко они дают кормят их вот кормят но не больше трех недель а потом сразу отсаживает а люди бывают здоровый сын уже 30 лет и все его кормят и кормят довольно работать не хочет вот он не хочет он пристает в этот голубенок то а никаких она уже рот замкнула больше ни разу не даст я попутно все это говорю какие птицы для нас учителя из всех сотворенных скотов ты избрал себе одно все грунты согласен с этим да нет конечно да я знаю сколько зверей которые намного красивее возьми там показывают в южной америке какие везде и на них и даже ездят молоко берут и почему овцу то а вот здесь не надо вопрос задавать бог сказал он он создал он избрал а теперь изучай всю жизнь овцу и смотри на нее это от овцы что шерсть а еще что от нее все есть от нее и брынза от нее и молоко если дует и и коз дует и овец дует и шкура от нее и полушубки разные цигейки вы все это от овечки все ах какое сало у них а какое мясо там но я не ем но все-таки знаю что хорошие дальше и всех многочисленных народов ты приобрел себе один народ и возлюбил его и дал ему закон совершенный к каком народе идет здесь все сразу говорят русский конечно но русский народ ну скажите где написано что господь ему отдал свой закон совершенный на какой бы ни был он сильвестр хороший но не мог он дать но не мог дать он такой закон потому что он всего лишь священник был а что голуби такие умные птицы я вот с ними вожусь почти 65 лет знаю но скажу что более глупой птицы не знаю я со всякими птицами дрессировал хищников которые могли бы других птиц ловить но более глупой птицы чем голубь нету так а почему бог и бог это признает вот смотрите книга оси 7 глава 11 стих и стал ефрем как глупый голубь без сердца а что у него сердца нет он непрязан нет привязан это ефрем глупый к как голубь почему зовут египтян идут в ассирию вот сегодня большую глупость проявляет те которые обращаются за океан и просят помощи оружием чтоб помогли вот а не оружие у россии сколько народов просили о них коммунизмом заражали самая агрессивная страна была я уж не не хочу разбираться в политике сильно так но и кому непонятно и в алжире и в тунисе и в египте и в китае и где только не было везде давали а потом эти миллиарды все спады глупые люди обращались за помощью все людоеды лезли сюда и всем советский союз все это давал глупые не обращайте в египет идут в ассирию помощь моя от господа он щит мой я за него укрой с башни в которой я могу укрываться а птицы еще для чего нужно но первых перо от куриц яйца есть мясо больным бульон там все это голуби голубей разводят мясных до 700 грамм даже может даже больше бывает найти то не для этого есть я когда селекции занимался одновременно приходилось убирать убирать это означает колоть колоть проще до 300 голубей выводить породу не просто когда начинаешь с нуля их много и надо по определенным качествам отбирать и они быстро плодятся поэтому новая порода выводится очень быстро голубиная птицы нужны еще и для того чтобы наказывать людей наказывать вы знаете когда трупы висели сыновей сауловых и мать там отгоняла она и царю давиду показали сказали про это птицы хищные и вот написано откровение 18 2 и воскликнул он сильным громким голосом говоря пал пал вавилон великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу и пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы есть еще и нечистые отвратительные птицы а какие именно падальщики ибо яростно вину блудодеяния своего она напоила все народы понимаете что это речь идет о москве это третий рим он пойдет и будет разрушен 19 17 и уил я одного ангела стоящего на солнце он воскликнул громким голосом говоря всем птицам летающим посредине неба летите собирайтесь на великую вечерю божию во-первых ангельский голос птицы понимают а во вторых ногой стоит на солнце когда там не меньше 6000 градусов я вот попутно хочу спросить людей которые в бога не верят а вы знаете что земля обогревается солнцем ну да а откуда же теплота от солнца а какая температура от него и остывает она или нет да кто его знает ядерная реакция в глубине только могут как-то теоретически а на поверхности уже знают 6000 градусов протуберанцы выбрасывает вспышки какие ну и сколько тепла дает до кто его мерил мерили запомнить очень хорошо за одну секунду раз за одну секунду с поверхности солнца отрывается тепла столько что хватило бы растопить лед толщиной один километр вокруг всего земного шара да неужели ну я сам там не был не считал градусник не брал посчитайте посмотрите да сколько живо тепла то отрывается а если бы было ближе сгорело если бы дальше земля за заледенела кто раз проложил на таком расстоянии я попутно просто сказать чтобы умолкли глупые уста и прославили бога я про птиц начал говорить откровение 19 21 а прочим убитым мечом сидящего на коне исходящим из уст его и все птицы напитались их трупами вот куда птицы еще берегутся богом да каих вон сколько сейчас погибает нефть разливает нет это там водоплавающие бакланы а хищные птицы богом берегутся собираются вместе и они будут там где трупы а грифы разные вот я немножко сейчас хотел видимо это мелковато здесь мы все таки можно даже будет увеличить чего у меня тут 18 и 22 могу дать вот посмотри ее в 35 11 который научает нас более нежели скотов земных и вразумляет нас более нежели птиц небесных не вы не лучше ли птиц так не намного же больше то птиц небесных всего а то нам кажется что птицы и птицы а вот как они летят их бывало так что брали увозили другое место и они все равно прилетят к родным гнездовьям до человека если у него отнять голос не дать возможность никого спрашивать и сказать питайся подножим кормом и увезти его за две тысячи километров и он не найдет дорогу не найдет сказать к людям только не подходи чтобы шел обходил города и все и не знаешь куда пойти ты не поймешь ничего а птица находит какие-то там что-то она излучает где-то уходит она ловит какие-то излучения земли но и даже не выскажешь больше всего люди удивляются птицам которые рядом с ними вот рекорд поставила одна голубка ее продали в японию и она из японии перелетела моря и прилетела в москву ее там выпустили у меня тут знакомый один криворотов владимир голубятник был москве там говорит голубедромы есть такие десятки тысяч держат люди большая цена он как голубку продавал ему давали за нее пять тысяч долларов год он не продал сказал дешево тысяч долларов а то насколько дороже скотины бы коровы дороже что там коровы спрашивать и дальше он вразумляет нас более нежели птиц небесных так человек это все сравнить он глупее птицы вот о чем дело он дорогу домой не найдет он богу дорогу не знает почему вот я возьму допустим пророк исаия люди которые верующие они знают что и действительно такая есть книга пророка исаи вот первая глава второй стих дальше что говорит в виде поведение исаи сына амосова который он видел о иудеи иерусалиме в одни озе афама ахаза и зеки царей израильских то есть цари меняется пророк один и он видел это видение о качом иудеи и иерусалиме а там были патриоты будь здоров то есть сегодня патриотизм это и новый идол который все затмил не хотят не слышать не видеть одной ненависти просто давятся и дальше написано слушайте небеса и внимая земля потому что господь говорит я воспитала возвысил сыновей то есть избранный народ а они возмутились против меня вот он бога избранный народ чем занимается против бога вы и убили сына божия и увидели сказали завладеем его виноградником это все говорится об евреях тут уж никуда не денешь и они должны принять честь и слава говорит всем иудеи ели но в первую очередь иудею и наказание в первую очередь иудею волк а то бык знает владетеля своего и осел если господина своего а израиль не знает меня народ мой не разумеет то есть хуже осла и хуже быка так это об израиле говорится а мы то чем лучше куда побрели каких только ереси нет сегодня вот мне сейчас ну пока рассказывать я стал посмотрел в интернете но говорю о людях знакомых у георгия кощеткова откуда то верование что надо собор и все сомнению подвергать какая душа она бессмертно не бессмертно и проще даже не верится я его знаю такой он умница столько сейчас посчитал и просто не невероятно да еще ж не непонятно когда ясно и четко писание об этом говорит а почему ереси рождается высокоумие больше ничего нету гордость и высокоумие гордыня там это разные основания высокоумие начинает думать по простому как заповедовали нам пророки апостолы люди почему-то с трудом верят вот украина она переполнена еретиками разными разными православие все попорчено крестить полное погружение не крестят а оттуда украинцы все понаехали они такие но любят лычку заработать а в попы лезут мы все здесь захватили не хотят крестить песок песком песочных слюнтяев навели я попутно хочу все сказать так птица то так не делает вот она и положено яйцо вот они вот все через месяц одну неделю снова будет снова будет и в жертву приносят они чистая жертва и вот мы смотрим что дальше посмотрите на воронов так и в 38 41 кто приготовляет ворону корм его когда птенцы его крещат к богу бродя без пищи и кузнещиков разных бог приготовит и у врача какой-то зоб есть как у пеликана наберет червей прямо висит у него и летит к своим и голубь также воды принесет его как-то голубь прилетел снизу воды то набрал голубя там то я вот оремя в руки взял ну наверное прижал его докона не облил прямо водой то сколько он воды то им принес то или он их охлаждает господь говорит посмотрите на воронов на как посмотришь когда ты их не знаешь они не сеют не жнут нет у них ни хранилищ не жить нес и бог питает их сколько же вы лучше птиц то есть птицы не ипотеку не берут никакой ничего у них этого нет ни банков и каждый год миллиарды не миллионы миллиарды птиц и они все будут накормлены все подсолнышки наши поклюют вот у нас садят которая так специально марлю уже обтягиваешь так через марлю пытается взять не петли малых птиц продаются за два саре ни одна из них не забыта у бога малые птицы в оригинале говорят специалисты написано не не петли воробьев продаются за два саре воробьев послание еремея 1 21 на тело их то есть идолов и на голову их налетает летущие птицы и ласточки другие птицы лазают также по ним и кошки но это же самое с иконами я не говорю что иконы идолы но с иконами также бывают и ласточки садятся и кошки лазают и ну и понятно почему так близко все подходит по ношению псалом 83 4 и птичка находит себе жилье и ласточка гнездо себе где положить птенцов своих у алтарей твоих где у алтарей твоих господи вот она где сил царь мой и бог мой у нас потеряете батюшка окошко выставляет вверху и там рядом прямо живут ласточки они налетают и икона такая там есть у нас и они прям на иконе на одной на другой свели гнезда ну из заходит иногда а разве это можно это же алтарь а батюшка говорит а считай 83 4 псалом и у алтарей твоих да как я псалтырь читал никогда не видел батюшка чужой приехал где-то так удивился а у нас во время службы ласточки по храму летают да бывает еще и поют да и голова когда они выглядывают ребятишки то чего они понимают службу так вот смотришь на ласточках маленько отдохнут посмотрят батюшка в алтаре служит а в это время трясогуска длинный хвостик так их ледоломка называется еще она залетела ему на плечо села мы когда начинали строить а там же заброшено было одни стены и бузина росла но мы ее вокруг пол то сделали она из-под низу растет я под пол лазил и поливал у нее так раскидистые ветви ягоды красная то а и больше у нас ничего не было и свечки на эти на веточки батюшка приклеил и вот это настоящая природа первый раз вещать стали там барабаш игр селеной а венцов нету ну пошли нарвали полевых цветов про них песни есть плели венцы надели на молодых венцы и цветов притча 26 2 когда люди друг друга проклинают и говорят меня мать прокляла не бойтесь этого как воробей спорхнет как ласточка улетит так незаслуженное проклятие не сбудется воробей ласточка вот и все около человека ближе всего живут голуби ласточки и воробьи исайя 38 14 как журавль как ласточка издавал я звуки тосковал как голубь уныло смотрели глаза мои к небу господи тесно мне спаси меня тосковал как голубь а почему у него голос такой когда он воркот вот так вот все время интересно гуси гогощет курицы квохшет ну и разная птица там а голуби воркуют эти как воркуют слово то какое и вот с голубят не залезу другой раз сижу несколько часов и даже уснешь там и не надоедает как они воркуют они воркуют все время вот мы утром молимся и они воркуют еремия 20 от 8 7 я из под небом знает свои определенные времена и горлица и ласточкой и журавль наблюдает время когда им прилететь а народ мы не знают определение господне то есть и вещей из передаясь там проигрываем и перед горлицей и ласточки и журавль все умнее все лучше человека они знают они заботятся они любуются вот петух ну ему курица нужно где-то он за ней бежит ну так устроена там как не догоню так согреюсь вот она убегает у голубя так нету она он обязательно вокруг нее ходе ходит наконец целуется долго вот ни одна птица так любовь не проявляет как голубь вот сейчас они вывелись через три недели у него сразу любовь к ней они начинают любоваться он ее топчет она сносит другое гнездо рядом со всем у нее запасная квартира она там рожает вот такое дело я хотел немножко показать про голубей мне написано было стихотворение а виктор николаевич написал музыку сам играет и мы спели и он пел ее в лагере нынче и здесь вот посмотри голубь голубка по библии по житиям святых птицы есть разные чудно прекрасны сокол павлин журавли с кличка орла люди смелые классные кулик болотный сидит на мели ласточкой девушку милую кличут курицу вовсе за птицу не чтут горшун стервятник стервозных обличья совы бесшумны у дятла жесток голубь голубка я с детства люблю вас пользы от вас никакой вы беззащитны не клюните клювом об этом особой строкой разное все кто как пищи стремится менее полет крепость жилистых ног но для себя лишь одну голубицу церковь невесту избрал себе бог голос голубки и стоны рабыни равно к творцу вопиют кротости наши отнюдь не гордыне в ранах христовых приют голубь голубь голубка я с детства люблю вас пользы от вас никакой вы беззащитны не клюните клювом об этом особой строкой голубь голубь голуби глупы как овцы в законе за место за пищу дерутся всегда горлец голубку несли по закону жертву за грех или если беда крылья молитвы крылья молитвы блестят серебром золотом перья искрятся голуби мира светка и добро в новый ковчег возвратятся голубь 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 я с детства люблю вас пользы от вас никакой вы беззащитны не клюните клювом об этом особой строкой стоном тоскующим из эмиграции голуби сны встрепенутся в небе лишь белый в небе нет красных перед престолом иисуса души святые голубкою нежной в небо уходит покинувший нас духа святого виденья все реже голубь напомнить не раз голубь голубь я с детства люблю вас пользы от вас никакой вы беззащитны не клюните клювом об этом особой строкой голубь голубь я с детства люблю вас пользы от вас никакой вы беззащитны не клюните клювом об этом особой строкой Ну вот мы приехали сюда, в Барнаул, в лагере мы пели-то. Ну и еще раз показалось, что можем еще лучше даже это сделать, напеть. Я вместе никогда не показывал, а хотелось сказать, вот откуда появляется любовь. А она все-таки от Бога, и она никогда не перестает. И вот я вспоминаю, мне не больше пяти лет, я говорю, было. И когда меня на конзаводе еще все время оставляли, там у деда с бабой, это Карпов, Кутюменцевский район Алтайского края. И вот соседка наша, тетка Саврулина была. Она такой гнусавый, пивущий голос была, она ухаживала за жеребцами. Но вот у ребенка в таком возрасте все это отложилось как-то. Она меня ведет, и помню, она ведет меня в сторону востока, потому что солнце было с той стороны. Стоят жеребцы, все чисто, пылинки, кажется, нету. Там породистые, это для армии назывались фондовские лошади. И в это время я увидел на балке вверху сидит голубка. И я встал как вкопанный. Почему я их не видел? Видимо, нигде больше голубей не было. Она меня тянет и не может сдвинуть. Что с тобой? Я замер. И вот я простоял перед ними 65 лет. Дальше я их исследовал, смотрел. Это что-то особое. А братья у меня все им, ну есть и есть, и никакой он. И даже никакой совсем. Не так. Вот посмотрите. Мы приехали в город. Голубь, голубка. По Библии, по житиям святых. Птицы есть разные, чудно прекрасны. Сокол, павли, шуравли. С кличка орла люди смелые, классные. Улип болотный сидит на мели. Ласточкой девушку милую кличут. Курицу в оси за птицу не чтут. Коршун, стервятник, стервозных обличья. Совы бесшумны, путят ложе стук. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Разное всё, кто как к пище стремится. Пенье, полёт, крепость жилистых ног. Но для себя лишь одну голубицу Церковь невесту избрал себе Бог. Голос голубки и стоны рабыни Равно к творцу вопиёт. К ротости нашей отнюдь не гордыне В ранах христовых приют. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Голуби глупы, как овцы в загоне. За место, за пищу дерутся всегда. Горлец голубку несли по закону. Жертву за грех или если беда. Крылья молитвы блестят серебром. Золотом перья искрятся. Голуби мира с веткой добром В новый ковчег возвратятся. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. С тоном тоскующим из эмиграции Голуби сны стрепенутся. В небе лишь белые, в небе нет красных Перед престолом Иисуса. Души святые, голубкою нежной В небо уходят, покинувши нас. Духа святого, в виденье все реже Голубь напомнит не раз. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Голубь, голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Вы беззащитны, не клюните клювом. Об этом особой строкой. Я благодарен Богу, что сотворил птиц. Я благодарен, что дал мне Господь жизнь и эту любовь. Я благодарен, что позволил мне написать это стихотворение. И там напротив каждой строчки местописание, откуда это взято. Показано было. Я благодарен Виктору Николаевичу Савченко, который все это написал. Вон они сидят где. Вверху. Он не садится что-то на гневе. Он еще не садится, он сядет. Сядет. Все тепло. Он думает, что я приду. И я благодарен брату Владимиру, вот, что он все это снимает. Вот. Видишь как? Ты маленько зайди с этой стороны, а то свет тебя делает темным. Вот он как у гнезда стоит. Этого бы ничего не было. Вчера сколько мы записали там о Золотухине, службу. А вот у нас настоящий режиссер. Вот, пожалуйста. Я его сейчас посажу тогда. А, не садится? Никак. Никаких ничего. Он думает, что я приду. Ладно, 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 ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот он сел. Недоволен, конечно. Я беспокоен в первый день. Но мне показать охота. Ну, прости, прости. Вон они из-под него. Вот видишь, как он выглядывает. Не задавит ничего. Найдет рот и покормит. Вот сегодня какой у меня день. И изничтожное, здесь полезное, Господь говорит. Сделай, как мое уста. Я это делюсь, но радостно мне, что Господь так нас любит. И меня спрашивают. Ну, ты любишь голубей, а в небе они будут? Будут обязательно. В царстве небесном будут. Написано, что будет рай. И тварь ожидает усыновления детей Божиих. Она подвержена тлению. И Писание об этом говорит. Апостол Павел в послании к римлянам. И тварь будет другая, обновленная. Голуби обязательно будут. Я уж не знаю про других. Думаю, что все будут до одной твари. Но только они уже не будут пожирать друг друга. Все у меня. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Спасибо. 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 Спасибо.